Давайте разберемся. Сказать нельзя, поскольку наши циклы вообще ни с чем не совпадают, потому что если взять человека и изолировать в помещении без окон, чтобы он не знал, ночью или день, то довольно скоро у него установится 33-х часовой цикл, ну плюс-минус 2 часа. Поэтому говорить о том, что у нас наш цикл естественный, действует нас хорошо, это не совсем правда. А уж городской цикл, он настолько же вредный, как и любой другой суточный. Понятно. Другое дело то, что у нас много искусственного света. Да, это иллюзия дня, которая продолжается. В нашу жизнь вошли гаджеты, которые помогают регулировать физическое состояние. Наручный браслет дает сигнал об учащении пульса, там повышение давления, сахара в крови и прочее. Приложение для смартфона показывает, когда надо лечь спать, проснуться. Напомнит, кстати говоря, если вы забыли принять лекарства. Вы считаете такие устройства необходимыми в наши дни? Нет, я считаю, что такие устройства крайне вредными. Насчет напоминания лекарств, это да, конечно. Можно пользоваться такими устройствами. А вот держать пульс абсолютно неизменяемый, это очень плохо. Потому что в сердце, в сосудах сердца, есть так называемые бар-рецепты. И они умирают в нашем организме, когда у нас давление стабильно высокое или стабильно низкое. То есть такая стабильность губит их быстрее, чем любые изменения. Поэтому, вы знаете, увлечение простодушных инженеров и пиар-проектировщиков вот этими всякими глупостями, они могут навредить вдаленном будущем людям очень сильно. Поэтому я не уверен, что регуляция суточного ритма, характерная для североамериканца, японца или африканца, те же самые, что и для нас. Такое. Разные длительность дня, разная активность, разный гормональный обмен, разный. Плюс есть половые и возрастные различия. Все это выглядит, как вы знаете, некая промоушен, продажа очередной электрической штучки. Спасибо. А продолжается ли эволюция? Совершенствуется ли человеческий мозг? Или мы переложили часть его работы на всевозможные технические устройства? Это первый вопрос. И второй. Наши потомки будут умнее нас? Ну, мы уже, так сказать, потенциально стали глупее, чем наши предки, потому что в уме считать многие не умеются. Это уже явный признак. Да, мы перекладываем. Все приматы всегда во всей истории делали все для того, чтобы ничего не делать. Тут все прекрасно, мы идем широким шагом. Мозг, если может не работать, он не будет работать никогда ни на каких условиях. Это биологический закон. И мы его свято соблюдаем. Именно поэтому мы переносим во внешнюю среду все, что можно. Поэтому, конечно, мозг улучшаться особо не будет, если не будет жестких условий и требований для его совершенства. А иллюзия, избытная информация, ее пользование и прочее, это прекрасный способ самовнушения, который позволяет еще, к тому же, детям и не учиться. Зачем, когда есть все в айпаде? Продолжение следует...